Наталья Комарова продолжает визиты в муниципальное образование округа. Накануне она встретилась с жителями Белоярского района. Помимо личного общения с губернатором, у белоярцев была возможность задать вопросы представителям департаментов округа. О чем пообщались жители и глава региона, расскажем в нашем материале. Один из самых северных регионов Югры – Белоярский район. Поэтому и перечень вопросов от населения весьма своеобразна. К примеру, какие перспективы открываются перед жителями после включения в особую зону сухопутного развития. Но наряду с глобальными проектами людей интересуют проблемы насущные. Не секрет, что в районе слабо развита транспортная сеть. Выбраться машиной на Большую землю – целый квест. Для удобства в этом году отремонтирован 8-километровый участок трассы Белоярский-Андра. И еще столько же приведут в порядок в следующем. По словам губернатора, не менее важно содержать в надлежащем качестве и дороги в поселках. Сейчас решается вопрос о восстановлении главной улицы райцентра. Заканчивается работа по проектированию. Планируется в конце ноября получить уже результаты экспертизы. Надеюсь, она будет положительной. И можно уже приступить к работе. Ну, по крайней мере, торговать объект и заключать контракты. Вопрос о льготах для тех, кто родился в годы Великой Отечественной войны, сандала одна из жительниц. Губернатор отметила, что у таких граждан есть право на получение социального пособия. Бесплатное зубопротезирование и льготные лекарства. Еще одна потребность жителей Белоярского – чистая вода. Эту проблему власти пытаются решить путем реконструкции системы водоснабжения. Конец 2024 года объект должен быть закончен реконструкцией и передан эксплуатирующей организации. И, следовательно, жители Белоярского получат стандартной чистоты воду. Общение жителей с губернатором длилось полтора часа до последнего вопроса из зала. Также работали площадки, где специалисты профильных ведомств могли дать консультацию. В конце встречи Сергей Маненков, глава Белоярского района, поблагодарил губернатора и преподнес подарок – новое издание фотоальбома о Белоярском. Анна Гуляева, Вести, Югория, Белоярский район.